Смертоносная авария на железной дороге в Восточной Индии. «Внезапно произошёл сильный рывок, и вагон перевернулся». «12 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. Три из них перевернулись». «9 человек погибли, 36 пострадали. Согласно данным из больниц, 10 человек пострадали серьёзно и 26 получили лёгкие травмы». «Я был в поезде. Я спал. Рука сломана. Сейчас уже болит не так сильно». Поезд ехал из Раджастхана в Ассам. Авария произошла на территории Западной Бенгалии. Что именно её вызвало, ещё предстоит выяснить. На месте продолжают работать спасатели. «Спасательная операция почти завершена. Мы видели зажатых пассажиров в двух вагонах. Мы не сможем вытащить их без помощи кранов. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия работают над этим. Это займёт какое-то время». Железнодорожные аварии в Индии происходят часто. Сеть железных дорог в стране очень развитая, но старая. В день обслуживает около 23 миллионов пассажиров. Одна из худших аварий была шесть лет назад в штате Утр-Прадеж. Тогда сошло с рельсов 14 вагонов и погибло 127 человек. Немецкий суд приговорил бывшего сотрудника разведывательной службы Сирии к пожизненному заключению. Полковника по имени Анвар признали виновным в убийствах, изнасилованиях и преступлениях против человечности. Суд в городе Кобленс земли Рейнланд-Фальц первым в мире связал подобные обвинения с сирийским государством. Обвинения касаются раннего этапа гражданской войны в Сирии. Прокуратура возложила на Анвара ответственность за 58 случаев убийств, изнасилования и пыток, которые были совершены в тюрьме главной разведывательной службы в Дамаске. В то время её курировал Анвар. Сам он все обвинения отрицает. У здания суда собрались сирийцы, которые бежали из страны от гражданской войны. Ясман потеряла в конфликте пятерых братьев. «Правосудие свершится, когда мы узнаем, что цель, ради которой они протестовали, была достигнута, и когда Сирия станет демократичной и справедливой». Процесс проходил по принципу универсальной юрисдикции, когда к ответственности за преступления, совершённые в другой стране, привлекли иностранца. В прошлом году другого бывшего сотрудника разведывательной службы Сирии по имени Яд приговорили в Германии к четырём с половиной годам тюрьмы за применение пыток гражданским. Это было первое в мире уголовное дело, возбуждённое по факту пыток со стороны государства во время гражданской войны в Сирии. Правительство Асада отрицает, что применяет насилие к заключённым. На следующей неделе во Франкфурте предстанет перед судом сирийский врач, подозреваемый в пытках заключённых в военном госпитале в Хомсе. Немецкая прокуратура также обвиняет его в убийстве заключённого с помощью смертельной инъекции. К слову, попытки создать международный трибунал по Сирии не увенчались успехом. Эти дети в одной из кенийских школ явно рады вернуться за парты. Некоторые среднеучебные заведения страны из-за пандемии были закрыты более полутора лет. Как известно, коронавирусный кризис изменил жизнь детей не только в Кении. Неожиданно подрастающее поколение оказалось в изоляции. Теперь эксперты пытаются оценить ущерб, который нанесла детям пандемия. Организация ЮНИСЕФ считает, что влияние пандемии на детей будет хуже, чем считали ранее. Причём, больше негативного эффекта будет в развивающихся и бедных странах. Некоторые дети во время локдауна имели доступ к собственному компьютеру, они хорошо учились. Но у других были трудности. Они, возможно, отставали в английском и математике, поскольку не могли учиться из дома. Эксперты также отмечают, что пандемия сказалась на успеваемости детей. Внезапно они оказались в изоляции. Теперь им сложно следовать указаниям, которые им дают. Им сложно концентрироваться и сохранять внимание. Американский профессор педиатрии Вирен Деса изучал группу из 290 новорождённых ещё до того, как пришёл коронавирус. Говорит, что изоляция оказала огромное влияние на их развитие. Были небольшие различия в их двигательных проявлениях, способности к раннему обучению, в общении и поведении. Врач отмечает, что пандемия не повлияла на способность детей ходить или бегать. Но сказалось – на других вещах. Это больше касается их моторики. Как они обращаются с предметами, перемещают их, как анализируют информацию и обращаются с предметами в их среде. Врачи говорят, что сейчас самое важное – сократить дальнейшее влияние пандемии и постараться вернуть детей в обычные условия жизни. Почти 80 тысяч учителей устроили забастовку во Франции. Вместо уроков они провели протест, требуя лучше заботиться о преподавателях и школьниках во время пандемии. Протестующие призывают власти снабжать школы защитными респираторами для лица и прекратить часто менять санитарные правила, что вызывает хаос в учебных заведениях. Так, например, с начала года Министерство образования трижды меняло правила тестирования на COVID. «Санитарные меры – это верхушка айсберга. Есть неуважение и серьёзная проблема с коммуникацией. Это доказывает то, что правительство не работает с нами. Нас не считают партнёрами. Похоже, мы просто пешки». «К нам относятся с пренебрежением. Нам официально не сообщают об изменении правил. И приходится полагаться на новости в СМИ». По словам президента Эммануэля Макрона, одним из самых больших успехов Франции во время пандемии стало то, что школы оставались открытыми чаще, чем в любой другой стране мира. Однако сейчас распространяется штамм Омикрон. Во Франции ежедневно выявляют по 300 тысяч новых случаев заражения, и десятки тысяч школьников болеют коронавирусом. В итоге классы не заполнены, а у школ нет возможности одновременно проводить очное и дистанционное обучение. К тому же некому заменять заболевших учителей. Поэтому многие старшеклассники плохо подготовлены к предстоящим экзаменам. «Через шесть или семь недель начнутся экзамены. Мы очень встревожены, поскольку не знаем, как подготовить школьников. Они постоянно уходят на больничный, и у нас не бывает полных классов». По данным профсоюза, в день забастовки на работу не вышли 75% учителей начальных и 62% учителей средних школ. Министерство образования называет цифры в два раза меньше. Из-за протестов некоторые школы были закрыты, а в некоторых проводили уроки, но не во всех классах. Министр образования намерен встретиться с учителями и обсудить с ними их требования. 24 года селекции и 5 миллионов долларов. Результат – лук без слёз. Так называют этот новый для Европы сорт сельскохозяйственного растения. Вскоре его начнут продавать в британских супермаркетах. «Кожица у него светлее и больше шелушится. А британский лук тёмно-коричневого цвета. Но размер, форма и всё остальное, как у обычного репчатого лука». Лук создало бывшее сельскохозяйственное подразделение компании Bayer. Специалисты выводили гибриды неострых сортов репчатого лука, пока не достигли цели. «Он почти не острый по сравнению с обычным луком. В нём намного меньше природных соединений, которые вызывают слёзы». Чем дольше такой лук лежит, тем меньше слёз потом вызывает. Поэтому в продажу поступит урожай прошлого года, собранный в Испании. Упаковка из трёх луковиц стоит полтора фунта стерлингов. Это чуть меньше двух евро. В три раза дороже обычного. Платить готовы не все. «Платить в три раза больше только для того, чтобы не плакать? Мне это ни к чему. Мой бюджет ограничен. Лук считается дешёвым продуктом. Если мне понадобилось бы нарезать много лука, то, возможно, и купила бы. Но в таких случаях я покупаю уже нарезанный и замороженный лук». По словам поставщиков, на цену влияют транспортные расходы и небольшая урожайность нового гибрида. Кроме того, нужно окупить селекцию. Кстати, в США такой лук продают уже четыре года. Многомиллиардная отрасль производства шерсти в Австралии никогда не приветствовала чёрных овец. Это неудивительно, ведь белую шерсть окрасить легче. Но сейчас всё изменилось. В мире растёт спрос на шерсть натурального цвета. Поэтому у разноцветных овечек тоже появился шанс. «Спрос намного превышает предложение. И он удивительный, особенно в Северной Америке». Софи и её муж Том держат ферму по производству шерсти на юго-востоке Австралии. Здесь 30 тысяч голов. Но женщина и две её подруги нашли себе хобби. Они основали отдельную компанию и разводят овец только чёрного окраса и его оттенков. «Три работающие мамы, три хорошие подруги, у которых есть идея обрабатывать цветную и белую шерсть». Сначала никто не верил, что идея принесёт результат. «Когда я звонила на предприятие и спрашивала, смогут ли они обработать мою шерсть в Австралии, то реакция была не очень хорошая». Впрочем, когда их пледы из чёрной шерсти стали продаваться по 360 долларов за штуку, все осознали, что рынок большой. «Цветные овцы завоёвывают репутацию. Их шерсть качественная. Покупатели тоже ищут что-то натурального цвета». Когда приходит время стрижки, чёрных овец отделяют от белых, чтобы шерсть не смешалась. Теперь, похоже, чёрные овцы уже не такие белые вороны, как раньше. Новая виртуальная экскурсия позволяет посетить Нотр-Дам, причём в разные исторические эпохи. Знаменитый собор по-прежнему на реконструкции после разрушительного пожара. Его планируют открыть только в 2024 году. А пока во французском городе Пюто по собору парижской богоматери можно прогуляться в очках виртуальной реальности. «Впечатляет. Вначале немного волнительно, а потом полностью забываешь, что ты в закрытом помещении, потому что вид просто захватывающий. Но это больше для тех, кто не боится высоты». Экскурсия длится 45 минут, дополняется звуковыми эффектами. Можно изучить историю сооружения от его строительства до пожара в 2019 году. «Очень впечатляет, что можно совершить путешествие в прошлое. Можно не только снова увидеть Нотр-Дам, но и увидеть его разные периоды истории, первые изображения средневековых улиц». «Собор закрыт уже три года. То есть его не смогло посетить 40 миллионов человек. Его планируют открыть в 2024. Значит, ждать ещё три года. А здесь появилась возможность для верующих посетителей и туристов увидеть его иным способом». Специально для проекта создали компанию под названием «Эмиссив», в которой работает 50 человек. В течение двух лет они общались с историками и архитекторами, собирали фотографии, видео и графику, чтобы 3D-изображения вышли максимально приближённые к оригиналу. «Виртуальная реальность позволяет делать то, что невозможно сделать в реальной жизни. Это главная цель подобных экскурсий. Мы создаём впечатления, которые дополняют реальность и позволяют путешествовать во времени». Виртуальная экскурсия стоит 30 евро с человека. Сейчас она доступна только во Франции. Но позже подобные цифровые развлечения также должны появиться в других городах, включая Нью-Йорк, Рим и Москву. Нотр-Дам хотят открыть в год, когда Париж примет Олимпиаду. Собор внесён в список наследия ЮНЕСКО. Каждый год его посещало около 13 миллионов человек. Полки американских магазинов опустили из-за новой волны коронавируса, которую принёс штамм Omicron. Начались перебои с поставками. Кроме того, многие жители США спешат запастись продуктами перед снежным фронтом, который ожидается в выходные. Подобные картины сейчас наблюдаются в многочисленных магазинах даже крупных сетей в штатах Флорида, Джорджия, Мэриланд, Пенсильвания, Висконсин и Нью-Йорк. Не найти самых базовых товаров, таких как молочная продукция, хлеб и мясо. В супермаркете Walmart в Даланоге, штат Джорджия, пустуют целые пролёты с полками. А все Тим Мэр в Киноше, штат Висконсин, значительно поредели отделы с лекарствами и замороженными продуктами. «Компании сообщают, что последние две недели у них было больше положительных тестов, чем за весь 2020 год. Это вынуждает их останавливать производственные линии. Это и приводит к нехватке предложения». Перебои с поставками наблюдаются не только внутри США, а также влияет глобальный логистический кризис, когда десятки контейнеровозов ждут в очередях, чтобы разгрузиться в портах. Одновременно инфляция в США достигла рекордного максимума за последние 40 лет. Из-за повышения цен на продукты многие мелкие продавцы и сети также испытывают трудности в пополнении запасов. Тем временем Национальная метеорологическая служба сообщает, что зимний шторм принесёт сильный снегопад и порывистый ветер на север страны. Также непогода в выходные затронет средний юг, юго-восток и восточное побережье Соединённых Штатов.